Привет всем! На этой неделе, вернее, скажем так, за эти две недели, у меня было два довольно интересных разговора на тему критики. Один разговор был в моем дарике, там мы говорили про отзывы читателей, и некоторые участники высказывались в том плане, что автор совсем не обязательно должен прислушиваться к мнению читателей, даже наоборот, нафига прислушиваться в низкую линию и так далее. И второй произошел уже в моем фейсбуке, ну такой мирный разговор просто. Я написала о том, что я получила два отзыва на свою статью, которая сейчас готовится, и один отзыв был положительный, второй совсем не положительный, и мне понравились оба. И человек в комментариях написал, что это очень хорошо, что я пишу про негативные отзывы в том числе, потому что их обычно стараются игнорировать, ну или по крайней мере о них не высказываться. Я же всегда очень радуюсь, когда я получаю в том числе негативные отзывы, потому что это значит, что меня почитали, я чем-то задела человека, хорошо. И, ну, наверное, именно благодаря этим двум разговорам я, наконец, сформулировала для себя свою позицию по критике. Дело в том, что мне очень часто случаются такие непонятки с людьми в комментариях и вообще, потому что я, в принципе, считаю, что любая критика – это прекрасно, это хорошо и полезно. Любая. Даже если она абсолютно мимо, даже если она очень хреново сформулированная, и в ней трудно разобраться, и если автор перешел на оскорбление, даже в таком случае в ней всегда можно найти что-то положительное. Давайте объяснём, почему. Во-первых, я считаю, что ни одно произведение не может быть идеальным. В нём всегда есть что-то, что может, ну, выбивается из общего фона, что можно исправить, что сбивает людей, задевает их за что-нибудь. В общем, есть шероховатости. И когда ты читаешь по-настоящему внимательно, или слушаешь внимательно, или смотришь внимательно, неважно, когда ты вникаешь в произведение, неважно, что это, это может быть научная статья, это может быть что угодно, ты не можешь не видеть вот эти шероховатости. Ну, крайне редко. Если оно буквально вот вмастило тебе абсолютно полностью, то да, может быть так, что ты их действительно абсолютно не замечаешь, для тебя всё просто идеально. Но обычно ты их всё-таки видишь. И здесь далеко не всегда человек их как-то формулирует и высказывает автору. Можно их оставить при себе, но это упрощение. Потому что написать отзыв типа «автор круто, пиши ещё» это всегда проще, чем написать «что, по-твоему, нужно исправить?» что тебя особенно зацепило, где у тебя появились вопросы, что тебе показалось странным. На это требуется время. И получается, что человек, ну, в меру своих сил проанализировал твоё произведение и выдал свои мысли по этому произведению для тебя. То есть сейчас ты можешь их прочитать и использовать. И понимаете, даже если этот отзыв писался исключительно для того, чтобы тебя задеть, чтобы причинить тебе боль, может быть, даже в этом случае человек потратил на тебя твоё своё время, своё ценное время, свои ценные силы. Цени это. Не в том плане, что падай ему в ножки. Нет. Просто выскажусь грубо, да, в данном случае это не он поимел тебя, а ты поимел его, потому что он потратил на тебя свои силы, своё время, и ты теперь можешь использовать плоды его труда. И даже не говорить ему за это спасибо, в общем-то. Как их можно использовать? Если у них есть хоть какое-то зерно рациональное, то, конечно, это можно использовать, применить, написать, там исправить, здесь подправить, всё. Если зерна рационального нет, даже в этом случае, скажем так, это предоставляет нам взгляд абсолютно со стороны. То есть ты можешь увидеть воочию, как твоё произведение, какое угодно, видят те люди, на которых ты не работаешь в данном случае, которые настолько далеко от тебя, что они даже не понимают, что ты здесь хотел сказать, считают, что вот этот образ, который ты, в принципе, считаешь удачным, абсолютно мимо и так далее. И кто знает, может быть, когда-нибудь тебе этот взгляд очень даже пригодится, ты сможешь его использовать. Ну, даже хотя бы для того, чтобы в свою очередь задеть вот этих вот людей. Потому что если ты не знаешь, на что они реагируют, что их триггерит, то ты их не сможешь задеть. То есть это всегда полезно. Это всегда можно взять и работать с этим. Почему же работать, в общем-то, не получается очень часто? Давайте, да, вот я сразу уже вижу, что можно высказать два основных, скажем, две основные претензии к тому, что я сказала. Претензия номер один. Но ведь люди очень часто плохо высказывают критику. Они не умеют критиковать. Они не умеют нормально написать критический отзыв. Они там просто дилетанты в этом плане. Да, конечно. На самом деле умение формулировать хороший, четкий, критический отзыв, который, к тому же, ну, скажем так, хоть немножко погладит автора по шерстке и не вернет его в пучины депрессии, это очень-очень круто и замечательно, когда есть люди, которые им обладают. Но их не очень много. Даже те люди, которые, по идее, должны обладать этим скиллом, они им очень часто не обладают. Я это говорю из своего собственного опыта. Я видела очень много рецензий на свои работы, на чужие работы. И они далеко не всегда хорошо сформулированы, хотя, казалось бы, это пишут люди, которые должны хорошо уметь формулировать, но нет. Иногда ты реально читаешь и не понимаешь, а что, собственно, человек хотел этим всем сказать. То есть, он сам-то понял, что он хотел сказать. Но приходится работать с этим. Я даже помню, у меня однажды оппонент написал отзыв на мою работу просто, что называется, на реактивной тяге. То есть, это были чистые эмоции и практически никаких фактов. И претензии были сформулированы но очень расплывчато. И тем не менее, с этим приходилось работать. То есть, забить на вот это вот всё, сказать, что, ой, у вас, ну, этот отзыв написан плохо, человек явно хотел меня забить, он вообще не думал о моих чувствах, всё, я не буду с этим работать, я не буду его учитывать. Это можно сделать, когда это, ну, скажем так, не причинит вам особых проблем. Когда речь идёт, например, о вашем хобби. Ну, то есть, о чём-то, где вам, в общем-то, не нужно расти. Ну, скажем, я готовлю чисто для своего удовольствия, это моё хобби, меня успокаивает готовка. И теоретически, даже если моя семья скажет, что это невкусно, я могу забить на их мнение, потому что, если бы невкусно, ну, потому что я не собираюсь становиться поваром. Но, если речь заходит про то, в чём ты хочешь расти, в чём ты хочешь развиваться, что ты хочешь, возможно, продать, то, ну, отказываясь работать с критическими отзывами, потому что они тебе делают неприятно, ты в первую очередь лишаешь себя ресурса. Это, ну, сформулируем. Если ты пришёл к врачу, и он очень эмоционально отреагировал на твоё физическое состояние, обозвал тебе нехорошими словами, сказал, дебил, тебя пневмонить, лечиться надо, то ты можешь очень обидеться на этого доктора и высказать ему всё, что ты думаешь, о его манере общаться с людьми. Ты можешь больше никогда к нему не ходить. Ты можешь среагировать на вот это хамство, на его хамство непосредственно. Но, если ты при этом не будешь лечиться, потому что тебе нахамил врач, то это будет очень странно, и это не пойдёт тебе на пользу. Врачу, наверное, от этого будет пофигу, а вот тебе конкретно это на пользу не пойдёт. И, конечно, не учитывать критику, это не настолько, ну, не настолько опасно, как не лечить пневмонию, но это не идёт на пользу. Ты всё равно это можешь использовать. Так используй. Почему нет? Да, я знаю, почему нет. Потому что больно. Потому что это причиняет боль, потому что с этим тяжело работать. И да, да, это действительно так. но проблема заключается в том, что любой, я реально говорю, любой отзыв, даже если он хороший, потенциально может подчинить боль. Факт. Если это, конечно, не улыбающийся смайлик. Хотя, как не знаю, может быть, кому-нибудь улыбающиеся смайлики причиняют боль. Я, например, видела реакцию там на вполне нейтральный комментарий из разряда. Ой, автор, как хорошо пишите ещё из разряда. А где конкретика? Вы оскорбили меня, не дали мне конкретики. То есть, ну, да. Всё, что угодно, может обидеть, задеть, причинить боль. И через это, наверное, лучше просто переступить и работать. Попечалиться немножко, поплакаться кому-нибудь в жилеточку, прочитать ещё раз, понять, где ты был прав всё-таки, где автор неправ. Что ты не хочешь менять, что ты хочешь менять. То есть, оценить, что ты хочешь реально получить на выходе и, исходя из этого, решать, насколько то, что высказывает твой критик, тебе подходит. Если, если ты не можешь этого сделать вообще, если тебя сразу уносят в пучины гнева, если ты сразу впадаешь в депрессию, получив негативный комментарий и отзыв, проблема в том, что это твоя проблема. Это твоя проблема, которую надо решать каким-то образом. Психотерапии, работай над собой, как угодно. Но если это оставить как есть, если просто удалять из своей жизни людей, которые тебе не нравятся, которые плохо высказывают свое мнение, банить их, не читать больше их комментарии и так далее, они никуда не денутся. И твои проблемы, на которые они указывают, тоже никуда не денутся. И это будет идти по нарастающей, что интересно, потому что если ты себя не тренируешь, если ты не работаешь со своими триггерами, со своими эмоциями, то ты начнешь странно реагировать на более, ну скажем, более невинные комментарии рано или поздно. Просто потому, что ты будешь уже не натренированный, ты привыкнешь искать какой-то злой умысел, ну типа войдет в привычку просто вот не понравился человек, все удалили, не понравился, удалили и так далее. Это очень быстро входит в привычку. И к сожалению, это всегда сказывается на качестве. То есть когда ты видишь, что человек уже не прислушивается к обратному, то есть уже не учитывает обратную связь, не учитывает критику, как правило, качество работ, как я заметила, сильно падает. К сожалению. Так что мой вывод, который я для себя сделала и который я всегда говорю в комментариях и везде, использую это. По-любому используй. Можно поэмоционировать, главное использовать, не забивать. Ценный ресурс. Ну что ж, на сегодня все. Высказывайте свое мнение про критику в комментариях, как обычно. Увидимся. Пока-пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok